Здравствуйте! На прошлой лекции мы с вами начали рассматривать вопрос радиоактивного излучения, его виды и вывели закон радиоактивного распада. Сейчас мы продолжаем рассмотрение этого вопроса и рассмотрим правила смещения при радиоактивном распаде. Правила смещения это правила, которые позволяют установить, какое ядро возникает в результате распада данного материнского ядра. Правила смещения это следствие законов сохранения зарядового и массового числа, который заключается в следующем, что сумма зарядовых и массовых чисел возникающих ядер и частиц равна зарядовому и массовому числу исходного ядра. Значит, здесь у нас X, Z, A это материнское ядро, Y это символ дочернего ядра. При альфа, рассмотрим альфа распад, при альфа распаде в результате его у нас образуется новое ядро, у которого порядковый номер на 2 единицы меньше, и массовое число уменьшается на 4 единицы и сопровождается вылетом альфа частиц. То есть элемент смещается на 2 клеточки ближе к началу таблицы Менделеева. Примерами альфа распада является, например, распад ядра урана 92-238, в результате которой образуется ядро тория порядком номер 90 и массовым числом 234. Ну и отнизу схематично изображено и записана реакция альфа распада радио 88-226 превращается в ядро радона 86-222, сопровождающийся вылетом альфа частицы. Надо сказать, что в основном альфа распад характерен для тяжелых ядер, то есть А больше 200 и З больше 82. Скорость вылетающих альфа частиц соответствует 1,4 на 10 седьмой до 2 на 10 седьмой степени метра на секунду, что соответствует энергиям от 4 до 8,8 мегаэлектронов. Альфа частицы образуются в момент радиоактивного распада при встрече движущихся внутри ядра двух протонов и двух нейтронов. Энергетический спектр альфа частиц, испускаемых данным радиоактивным элементом, обнаруживает тонкую структуру, то есть испускается несколько групп альфа частиц, причем в пределах каждой группы их энергии практически постоянные. И вот дискретность спектра альфа частиц свидетельствует о том, что атомные яда обладают дискретными энергетическими уровнями. А теперь рассмотрим правила смещения при бета-минус, бета-плюс распаде. Значит, какие возникали трудности в трактовке бета-минус распада? Ну, первое, во-первых, что в процессе бета-минус распада образуется, то есть выбрасывается электроны, а в ядре электронов нет. Второе, необходимо было объяснить непрерывность энергетического аспекта испускаемых электронов. И третье, значит, по правилу смещения, по правилу смещения, первое уравнение, число нуклонов в ядре, в исходном ядре А, и число нуклонов в дочернем ядре не изменяется. Поэтому не должен меняться и спин ядра. Однако выброс электрона должен изменить спин ядра на h с чертой, деленное на 2. Значит, для того, чтобы ответить на данные вопросы, Паули предположил, что при бета-минус распаде вместе с электроном испускается еще одна нейтральная частица, нейтрино. Нейтрино имеет нулевой заряд, спин равный 1,2 в единице h и нулевую массу покоя. Обозначается буквой ню. Но впоследствии показали, что при бета-минус распаде испускается не нейтрино, а антинейтрино. Антинейтрино – это античастица по отношению к нейтрино, которая обозначается ню с чертой, но и массовое число у нас равно нулю, и зарядовое число равно тоже нулю. Введение нейтрино и антинейтрино позволили не только объяснить кажущееся несохранение спина, но и разобраться с вопросом непрерывности энергетического аспекта в выбрасываемых электронах. Теперь рассмотрим происхождение электронов при бета-минус распаде. Бета-электрон рождается в результате процессов, происходящих внутри ядра, а именно один нейтрон, один нейтрон, значит, бета-минус активного ядра превращается в протон, превращается в протон с одновременным образованием электрона и вылетом антинейтрино. Вот эта реакция записана здесь на слайде. В этом процессе выполняется закон сохранения электрических зарядов, импульса и массовых тисел. Кроме того, данное превращение энергетически возможно, так как масса покоя нейтрона превышает массу покоя атома водорода, то есть протоны и электроны вместе взятых. Данной разности в массах соответствует энергия равная 0,782 мегаэлектрон вольт. За счет этой энергии может происходить самопроизвольное превращение нейтрона в протон. Энергия распределяется между электроном и антинейтрино. Если мы теперь рассмотрим бета-плюс распад, значит, при бета-плюс распаде, значит, образуется дочернее ядро, которое сопровождается вылетом позитронов и нейтрино. Позитрон – это античастица электрона с зарядом плюс один и массовым числом равным 0. Значит, как объяснить образование позитронов? Внутри, опять же, ядра, один протон превращается в нейтрон и превращается в нейтрон с одновременным образованием позитрона и нейтрина. Следующее – гамма-излучение. Значит, гамма-излучение не является самостоятельным видом излучения, а только сопровождает альфа- и бета-распады. Возникает при ядерных реакциях спектр линейчатый, что является доказательством дискретности энергетических состояний атомных ядер. Значит, гамма-излучение испускается не материнским, а дочерним ядром. При гамма-излучении А и З не меняются, поэтому оно не описывается никакими правилами смещения. Гамма-излучение большинства ядер настолько коротковолновое, что его волновые свойства появляются весьма слабо. Здесь на первый план у нас выступают как кускулярные свойства, поэтому гамма-излучение рассматривают как поток частиц гамма-квантов. Значит, они обладают нулевой массой покоя, не могут замедляться в среде, поэтому при прохождении гамма-квантов сквозь вещество они либо поглощаются, либо рассеиваются. Они не несут электрического заряда, поэтому не испытывают влияние кулоновских сил, то есть не отклоняются ни магнитными, ни электрическими полями. При прохождении пучка гамма-квантов сквозь вещество их энергия не меняется, но в результате столкновения ослабляется интенсивность. Изменение интенсивности описывается экспоненциальным законом И равно И нулевой, есть в степени минус МЮХ, где И нулевое, ИИ – это интенсивность и гамма-излучение на входе и выходе слоя поглощающего вещества, Х – это толщина поглощающего слоя, и МЮ – коэффициент поглощения. Ну и основными процессами, сопровождающими прохождение гамма-излучения через 100 являются фотоэффект, комтонный эффект, а также образование электронно-позитронных пар. На этом мы заканчиваем рассмотрение явлений радиоактивности. В следующий раз мы с вами рассмотрим виды ядерной реакции, их виды и классификацию. До следующей встречи!